Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я покажу вам разницу между корейским макияжем и японским макияжем. И в Японии, и в Корее есть свои техники нанесения макияжа, есть свой подход к макияжу, и он совершенно разный. И сегодня я хочу сравнить разницу между корейским и японским подходом к макияжу, а вы обязательно напишите после просмотра этого видео, какой макияж вам понравился больше, как делают корейцы или как делают японцы. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе увдомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. В Корее перед нанесением макияжа огромное количество времени уделяется именно уходу за кожей и ее подготовкой, поэтому в самом начале я буду использовать влажняющий тонер и, собственно, нанесу его на лицо. Эта сторона будет корейской. Это очень странно, увлажнять только одну сторону лица, реально, это как-то очень странно. Для создания правильной корейской стороны нужно будет использовать библи-крем с эффектом влажного финиша, но такого библи-крема у меня есть, поэтому я взяла самый нематовый библи-крем из тех, что у меня имеется. Взяла по литру и сейчас при помощи вот этого вот библи-крема и жидкого иллюминатора я намешаю себе что-то вроде... хотелось сказать влажного тональника, но это было бы неправильно. Наношу прям немного тонального средства и вот супер-мега-маленькую каплю иллюминатора добавляю. Главное, тут не переборщить, а то мы будем сиять, какие рождественская елка, а Новый год уже немножко позади. В Корее внимание фокусируется на создании в первую очередь гладкой кожи с эффектом влажного сияния, которая выглядит максимально увлажненной и объемной, оля, детской. В Корее предпочитают наносить тональное средство очень тонким слоем, а все потому, что у них, как правило, идеальная кожа за счет непосредственного кода, активного увлажнения. Для Кореи также очень важно создание эффекта очень белой кожи, и чем белее она, тем лучше. И у меня реально огромное количество средств, именно которые являются супер-мега-отбеливающими, но почему-то в рамках этого видео я не захотела отбелять себе одну половину лица, потому что я больше уверена, если я так сделаю, будет выглядеть максимально крипово. А я хочу, чтобы это выглядело, ну, хотя бы минимально симпатично, по крайней мере, именно такая у меня цель сейчас. В Японии же предпочитают более матовое покрытие. Оно не должно быть прям супер-мега-цементно-резиново-матовым, но оно должно быть с матовым финишем. Наношу мой биби-крем, беру спонжик и наношу на лицо. То есть, если у нас в Корее культ детского лица, культ безумно красивого лица, и лицо это действительно, как я сказала уже ранее, это полноценный культ, то в Японии таких заморочек нет. Там тоже следят за красотой, безусловно, своего лица, но не настолько, как это в Корее. И там также не распространено вот это вот явление, выглядеть как ребенок, поэтому народ особо сильно не запаривается, создавая все эти детские блики, эффект детского сияющего лица и т.п. и т.д. Следующим этапом я буду делать брови. Здесь нужно сразу же отметить на тему того, что в Корее просто обязательно иметь максимально прямые, максимально ровные брови. Кстати, в Корее помимо того, что брови должны быть идеально прямые, они также должны быть и короткие, потому что, возвращаясь к их вкусовым предпочтениям, детское лицо, оно обладает именно что? Довольно-таки короткими, пушистыми и естественными бровями. Снимаю остатки теней с бровей к внутреннему уголку глаза. И, конечно же, нужно будет сейчас еще воспользоваться светлым консилером и убрать все лишнее. И сейчас зафиксирую брови вот такой вот тушью для бровей. У меня, думаю, разница очевидна, да? Основное отличие в том, что в Корее действительно стремятся к прямой форме, а в Японии, ну, с этим все не так строго. Если у вас изогнутые брови от рождения, то ничего страшного в этом нет. Они просто подчеркивают то, что у них есть, и не особо, в принципе, запариваются над формой. Единственное, что имеет значение в японском макияже бровей, чтобы брови выглядели, ну, максимально естественно. То есть они не должны быть слишком темные и слишком драматичные. Это там не приветствуется. Какая вам, кстати, бровь нравится больше? Та, что на японской стороне или та, что на корейской? Теперь румяна. Здесь есть несколько принципиальных отличий. Во-первых, в Корее популярны именно кремовые румяна, то есть на влажной основе, которые выглядят как ушины. Вот они, мои румяна с конем. Также в корейском макияже румяна наносится достаточно классическим образом. Но в том плане классическим образом для нас с вами. Они наносятся или на скулу, или непосредственно под скулой. Упали у меня и румяна. Конь, зачем ты упал? Ты что? Ты же был конь, ты был молодец. В общем, конь, ты меня не разочаровал. Ты был конь, ты молодец. В японском же подходе очень популярная техника нанесения румяна называется пьяные румяна. Когда румяна наносятся непосредственно вот сюда. Вот или по линии Абгара. Линии Абгара, ну вы поняли. В общем, это создает достаточно невильный, такой милый а-ля кого и взгляд. В общем, припудрила я японскую сторону. И теперь беру румяшечки. Начинаю отсюда и иду прямо вниз под глаз. Вот теперь, я думаю, разница видна достаточно очевидно. Вы просто зацените. А теперь вопрос про румяна. Какие румяна вам нравятся больше? Вам нравится больше румяна Японии или румяна Куреи? Вообще, вечный вопрос. Что вам нравится больше? Вот я сейчас прям предвижу битву анимешников и чей-поперов. Курея versus Япония. Что выбираем, господа? Далекая, волшебная страна Мамадия. Ну, а теперь хой... Лайтер? Хой-лайтер? Хой-лайтер. Хур-лай-тер. Хай-лайтер. Короче говоря, сияшечка. В японском макияже сияшечки не уважают, их там нет. Поэтому эта сторона... Никаких сияшечек тебе. Корейская сторона. Здесь-таки наоборот. Здесь хайлайтер в очень большом обиходе. В первую очередь, именно хайлайтер жидкий. Но я не буду так экспериментировать, потому что я точно знаю, что с нынешним жидким хайлайтером у меня получится эффект жирного блина. Я уже пробовала делать этот макияж, у меня ничего не получилось. Поэтому возьму проверенное средство. Сухие хой-лайтеры. Хай-лайтер должен быть комнатной температуры, поэтому нужно смешать холодный и теплый. И наносить. Здесь хайлайтер наносится повсюду. На все выступающие части лица. Нюс. Лоб. Скулы. Губа. Подбородок. Чока. Подбров, но не монобров. Замечательно. А теперь приступаем к контурингу. Вообще, на самом деле, контуринг особо не распространен ни в Корее, ни в Японии. Народ там так сильно не запаривается. Если у нас это все-таки уже становится элементом а-ля повседневного макияжа, то там... нет. Очень важно иметь маленький ноус. Очень важно иметь V-образный вид лица. И, собственно, затемняем все, что можно затемнить, чтобы быть более похожей на младенца. Японии же стремятся к более контурному, более европейскому, а именно американскому лицу. Поэтому стараются выделять скулы. Делают подбородок более острым. У брови. Очень важно увеличивать свои глаза всеми возможными и не очень возможными способами. И увеличивающие линзы на глаза являются одним из самых распространенных методов. Поэтому надеваю. Сняла повязку, а то больше нереально голова стала болеть. Так, по традиции начнем с корейского макияжа глаз. Здесь нужно понимать, что основной акцент идет не на верхнее веко, а на нижнее веко. Потому что нужно создать эффект вот этого вот мешочка под глазами. Значит, я беру мои шиммерные вот эти вот розоватые тени. И наношу их на нижнее веко в центр. Ближе к внешнему уголку глаз я наношу уже более темные тени. Поэтому использую вот эти вот шиммерные. И немножко смешиваю с матовыми, чтобы не сильно блестело все. Кстати, здесь важно отметить, что в Корее вообще не запариваются макияжем глаз. То есть, если, допустим, у нас глаза и брови это самые длительные две вещи, которые рисуются на лице, то в Корее нет. В Корее, в принципе, макияж глаз, он максимально естественный и максимально быстро рисуется. Теперь подвожу нижнее веко темными тенями, чтобы у нас реально получился этот самый мешочек под глазами, который был бы более заметен. Также в ход идет подводка нижнего века максимально естественного цвета, в частности розового. И одна из самых важных частей это подводка, которая доносится просто совсем не так, как привыкли у нас. При помощи такой техники рисования стрелки достигается эффект так называемого щенячьего взгляда. Аля такой милый, чуть-чуть грустный, и вообще я такая няшка, и стесняшка, и все такое прочее. Для этого я беру черную подводку и стараюсь не зашкварить весь макияж, потому что иначе будет грустно и никакие щенячьи глаза рисовать не придется. Лайфхак! Для того, чтобы достигнуть такого взгляда, нужно рисовать стрелку, которая будет направлена вниз. Что касается туши, в Корее обязательно использовать керлер. Мы завиваем реснички, подкручиваем их наверх вот таким вот движением. И потом просто тушь наносится на верхние, на нижние ресницы. Что скажете про этот макияж глаз, как он вам нравится или нет? Мне кажется, действительно выглядит очень-очень мило. Если на корейской стороне мы подчеркиваем в основном нижнее веко, то в японской стороне мы подчеркиваем в первую очередь верхнее веко. Для этого вначале используются кремовые тени и наносятся на все верхнее веко. Дальше нужно затемнить внешний уголок глаза. Теперь остатки снимаем на все неподвижное веко, на вот эту вот складку. Теперь берется какой-то цветной оттенок. Я возьму оранжевый, который у меня есть в этой палетке, меня более чем устраивает. И дублирую по вот этой вот затемненной линии, чтобы получить свет. И теперь опять-таки рисуется черная подводка. Но в отличие от корейской техники, когда мы рисовали ее вниз, здесь все рисуются стандартно, то есть наверх. Для создания такого более кошачьего глаза. Также в японском макияже подчеркивается вот эта вот линия тоже подводкой. Они рисуют как бы эффект более круглого глаза. И теперь ресницы прокрашиваются тушью. Кстати, в японском макияже очень часто используют накладные ресницы, в том числе даже накладные ресницы на нижнее веко. К сожалению, такой экзотики у меня нет, поэтому я просто очень сильно накрашу сейчас ресницы тушью. Все мы знаем про корейский градиент. Поэтому сейчас я закрашу губы тональным кремом и потом нанесу на них помаду. На середину губ наношу немного вот такого вот блеска. И далее кисточкой я его распределяю по губам. На центр наношу еще просто супер-мега маленькую каплю. А то внутрь. Вот так вот. И вот получились полноценные губы с корейским градиентом. И на эту часть теперь нанесу более японскую технику. Все очень просто. Просто наносится какой-то тинт. Как правило, это именно тинт. И распределяется по всем губам. Главное, чтобы у вас не было резкого контура, но при этом никаких градиентов особо никто не делает. Вот так. Что ж, такой макияж у меня получился. Японская сторона и корейская сторона. Обязательно пишите в комментариях, какая сторона вам понравилась больше. Будет очень интересно узнать. Кстати, ребят, помните, в одном из моих прошлых видео я просила вас проголосовать за меня в конкурсе на лучшего бьюти-блогера? Я не знаю, если честно. Вы не поверите себе, как много там голосов. Больше 50 тысяч человек за меня проголосовало. Спасибо вам большое. Просто вот реально от всей души я вас благодарю. Мне так было приятно, что вы за меня проголосовали. И сейчас я на первом месте. И если я благодаря вашей помощи останусь на первом месте, это будет ваша победа. Поэтому, если хотите сделать мне приятно и сделать себе приятно, проголосите, пожалуйста. Я вам ссылку в описании кину. В общем, вот так вот. И всем спасибо за просмотр. И я с вами не прощаюсь, потому что у меня есть целая куча видео на азиатскую тематику в плейлисте про Азию. Так что смотрите, наслаждайтесь и всем хорошего настроения. Ну, типа, почему бы и нет. Ня.